Идем на следующую маску. Думаю, с этой маски понятно, да? Если что-то непонятно, мы в конце поговорим еще подробнее. Маска компенсации или так называемые внебрачные интересы. Причем здесь касается и мужа, жены. Это могут быть и родители с детьми. Поднимите руку, пожалуйста, те, у кого есть какие-то внебрачные интересы. Внесемейные интересы, скажем так. Здесь мы говорим о внебрачных. Здесь мы говорим о внебрачных. У кого есть внебрачный интерес? Что такое внебрачный интерес? Молодцы. Хороший вопрос, правомочный. Внебрачные интересы – это все, что уводит меня из моей семьи, от исполнения моих семейных обязанностей, куда-то на стол. И если так рассуждать, отлучать от церкви, что нас всех надо отлучать, потому что по большому счету у нас, наверное, у каждого здесь есть идея. Это неоправданные связи с кем-то или чем-то. Например, зарабатывание денег. Это может быть внебрачным интересом. Если это стоит между нами. Вот, например, Натя сегодня упоминала кухонный гарнитур. У нас великолепный кухонный гарнитур. Ему всего 22 года. Он очень крепкий кухонный гарнитур. Потому что я его сколотил уже гвоздями, чтобы он не рассыпался. Он с нами уже много поедет, до тех пор целый. И вообще я захожу на кухню, вижу гарнитуры и представляю себя. Я с ним срослась с этим гарнитуром. У нас очень хорошая кухонная гарнитур. Ну, это Миша говорит о собственных материалистических желаниях. То есть, в принципе, то, что я хочу кухонный гарнитур. Это нормальная желание? Это нормальная желание женщины. Ну, сколько можно 22 года жить с этим сколотчим ящиком? Хорошая гарнитур. Хорошая, я сейчас говорю. Изумительная просто. Ну, я же увидеться не могу. Но, в любом случае, он у нас стоит. И как бы, если появляются какие-то там средства, у нас как-то есть другое место, куда их пустить. Ну, до гарнитуры не доходят руки. Ну, если я свой муж начну каждый день на мозге капать с этим кухонным гарнитуром, вот этот кухонный гарнитур станет моей маской компенсации. Это значит, я не дрожу же с вами отношениями вообще никак, что я даже уже готова ради гарнитура свой муж испортить жизнь в семье. Но маска у меня такая, что гарнитур не покупаешь, это у нас все плохо. Или вот вы стали говорить о зарабатывании денег. Уж лучше я на работе задержусь. Мне нужно еще посидеть за компьютером. Мне еще нужно вот это сделать. Ну, что я домой пойду? Ну, помнишь, как мужчина позвонил сетевому маркетингу? Ну, когда он позвонил, я попал в порочный круг. Мне понравилось, когда я ему ответил. Я попал в порочный круг. Сетевой маркетинг. То есть, мне говорят, у меня сейчас много клиентов, поэтому много времени на них требуется. Я их должен всех обслужить, с каждым поговорить. Чем больше я время трачу, тем меньше я провожу время с семьей и тем меньше я отдыхаю. А чем меньше я отдыхаю, тем больше у меня усталость и депрессия. Чем больше у меня депрессии, тем мне нужно больше времени, чтобы обслужить всех этих клиентов. А чем больше я трачу времени, тем я меньше, значит, в семье я отдыхаю. У вас появится больше времени на отдых. То есть, вы сможете меньше времени тратить на каждого клиента. У вас их будет больше. А время для отдыха у вас останется то же самое. У вас просто производить поднимется, а так все будет то же самое. И повысится зарплата. То есть, проблему надо просто ее решить. Понимаете, ну это надо делать в усилии воли. Да, какое-то время будет меньше денег, да. Понимаете, ну вот что мы ценим в данном случае? Своё собственное духовное и душевное состояние или вот этот порочный круг, который дает какие-то средства, но который тебя высасывает все. Когда мы говорим, надо еще одну работу взять, надо деньги зарабатывать. Такая сейчас жизнь сложная. Ну что там дома? Дома жена, она сама разберется. А я вот буду зарабатывать. Или наоборот, жена там начинает еще одну работу брать, еще одну работу. Ну домой идти не хочется. А на самом деле, да. Почему в порочный круг люди попадают? Потому что там комфортнее, как бы это странно ни казалось, чем дома. Лучше я на работе за компьютером посижу, или там с другом поболтаю с подругой, поболтаю, посижу, потому что у нас с ней какие-то общие интересы, говорит женщина. Нам есть о чем побеседовать. Чем там думаешь? Придешь, а он сидит, смотрит этот ящик. Ну что я буду с ним разговаривать? Ну следующий вот масса компенсаций или внебрачный интерес, о котором многие подумали, вот даже слышали, до нас тут и церкви сейчас включают, если мы будем их иметь. Любовная связь на стороне, да, действительно, это то, что первое. Женя, у вас просто хоро. У нас вообще-то очень консервативно. Чуть-чуть один раз и все. В общем-то, да, это маска, это внебрачный интерес, это грех в конце. Это вообще полностью подрывает доверие супругов друг к другу. Вот измена, это полностью разрушает отношения. И если происходит покаяние и желание восстановить отношения, надо все начинать с самого начала, практически с ноля. Не нужно говорить так, чтобы мы встречали такие пары, они говорили, вот у нас произошла измена, там да, было очень тяжело, сложно. И мы решили продолжать. Мы решили, там сидели, молились, ну, простили друг другу прощения, там произошло вот это покаяние, и мы стали строить отношения дальше. Нет. Это ошибка. Не дальше строить отношения, потому что это все было разрушено. На чем вы строите отношения? Их нет больше. Все начинать с самого начала, с ноля. Причем, должен вам сказать, что мы все ходим под этим домокловым мечом. Измены на стороне. Любовные связи. Это, значит, хорошее такое название придумано. Любовная связь на стороне. На самом деле, это обыкновенный грех. Блуд. Блуд, прелюбодеяние. Вот я работал начальником отдела. У меня там были в подчинении женщины. Как они одеваются, как они ходят, как они причесываются, как они пахнут, как они разговаривают. Ну, дальше, дальше. Придешь домой, там жена. Завтра обсудим. Мужчина, это зафиксирует. В халате, который нужно было выбросить лет 10 назад. Ну, жалко. Я еще тут подштопаю, здесь золотаю. Ну, я уже больше не хожу в халате. Ну, да. Я популярно это объяснил. Но я в празднике тоже могу. Вот, что она сказать. И там все накрашены, все красивые. А домой привешь, там, тут огурцы, тут помидоры. Здесь маски какие-то. Здесь бигуди и кастринка вот такая. Вот, найдешь, кто это. Ты соседка или ты жена? Ну, сейчас уже такого нет, конечно. Почему? Перед кем угодно вы готовы. Вот, я имею в виду, к женщинам обращаюсь. Перед кем угодно вы готовы быть красивыми, прекрасными и вообще потрясающими. А дома, ну, куда тянется муж-то? Он же не сбежит. Я тоже сам про тебя могу сказать. Вот я работаю в университете. Там такие у нас там мужчины талантные. Слушайте, ну, приделышки. Ну, прям куча комплиментов скажут. Там и пальто подадут, и стульчик там подставят. И все. Ну, вообще изумительно. Знаете, я ощущаю себя женщиной. Не пахнут ни бензином, ни чем другие. Нет, нет, ну, он изумительный просто мужчина. Приходишь домой, а там муж перед телевизором, с газеткой, в трюков таким, с такими коленками. Понимаете? Ну, то есть, как бы вот, я про что говорю. А что вы смеетесь? Узнаете кого-то, да? То есть, действительно, получается вот та вещь, что мы все ходим под этим домовым мечом. И когда происходит вот подобное... Ну, мы-то с вами знаем, что даже мысль об этом, это уже... Первый шаг. Первый шаг к измене. И это уже в мыслях мы прелюбодействуем в сердце своем. Если мы не останавливаем эту мысль... И я, например, все время женщинам говорю, понимаете, если ваш муж смотрит на сторону, в этом ваша вина. Это ваша вина. Понимаете? То есть, потому что вот эти вот непонимания, но мы завтра будем подробно говорить в тех, в тех, в тех отношениях, то есть, это вот непонимание будет, так говорите, мужских потребностей, в браке там особые потребности есть. Все, они как раз и ведут к тому, что... И если женщина смотрит куда-то там на сторону и общаться там с коллегой по работе гораздо приятнее, чем со своим мужем, то что она не получает в семье? Почему она туда смотрит, а не здесь это ищет? Вина обоих. Я не снимаю с нее ответственности, но и он тоже виноват. Почему ей не хватает женщин? Чего ей не хватает? Вот завтра мы можем... И чего не хватает мужчинам, почему они смотрят налево, а не направо? Хотя всегда говорят, что самое большое количество... А я стою слева. Ну да. Ты меня специальство поставила. Самое большое количество аварий на дорогу. Знаете, почему это происходит? Потому что мужчина не оценивает помеху справа, который сидит и без умолка болтает. Сидит и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И ты уже перестаешь смотреть на дорогу, а ходишь только на нее. Это же мы и про любовную связь говорим. Итак, следующая маска компенсации – это общественная работа или хобби. Ну, мы тут оставим, давайте, в сторону рыбалку, там, я не знаю, кто... Охоту. Охоту. Даже, знаете, служение может стать внебрачным интересом. Как бы это страшно ни звучало, служение Богу может быть внебрачным интересом. Если оно стоит между мужем и женой, и если оно, будем так говорить, мешает мужу и жене, строить отношения. Однажды одна семья у нас была на консультации, они подали на развод, но он такой был приближающийся, а потом все порвал, говорит, не хочу, не буду, развожусь с женой. Говорю, в чем проблема-то? Он говорит, ну, понимаешь, у нас были плохие отношения. У нас хоть какие-то они были. А как только мы, говорит, пришли в церковь, у меня у жены, в понедельник, у нее малая группа по изучению Библии. Во вторник спевка хора. В среду молитвенное собрание. В четверг она идет, там, женская какая-то у них там мама в молитве. В пятницу спевка хора. В субботу они с хором едут куда-то там в деревню проповедовать. В воскресенье она в церкви. У нас были плохие отношения, но я хоть видел ее иногда. Теперь я ее даже и не вижу. И говорит о том, что это такой там муж недуховный. Это неправда. Жена маловата. Однажды был вообще клинический, так сказать, случай, когда жена дьякона подала на развод. И мы стали разговаривать, она говорит, а что вы хотите? Вот буквально месяц назад, говорит, было последней каплей. Теперь я, говорит, и домой не иду, и детей увела из этого дома, он там живет один. Я вообще с ним все разорвала все отношения. Осталось только поставить последнюю печать о разводе. Пройти суд и развод. Тоже быть, я с ним больше жить не могу. У нас, говорит, были, да, мы жили плохо, он там в церкви пропадал. У него там то собрание, то мужское, то изучение. Ну, как у нас там, у него бабушки и все нуждающиеся ближе, чем я и наши дети. Ну, говорит, последней каплей было то, что вот у него там спевка хора, он на ней там поет. У нас у ребенка, вот родился 3 месяца ребенка, у него температура 40, он, говорит, у меня в руках умирает. Время уже было 9 час, я ему позвонил, говорит, на 100, говорю, слушай, пойдешь со спевки, купи какое-то жаропонижающее лекарство, нужно сбить эту температуру. Очень высокое, потому что ребенок умирает, он, да, все, понял. И вот, говорит, время 9 час, 10 час, 11 час, 12 час, он пришел домой в 8 часу. В 8 часу утра пришел. Я, говорит, ребенок мне нравится, но еще и мужа нет. Я, говорит, ничего понять не могу, где ты был. Он, говорит, ну, понимаешь, я вот шел с работы домой, сел в транспорт, еду. А тут сидит, значит, бабушка, ну, ты же знаешь, я гидеонарец, я всем вот эти вот Евангелие, Новый Завет раздаю. Я, говорит, стал ей рассказывать о Христе, о покаянии. Ну, проехал остановку свою, я же не мог так, но по условию прерваться и сойти. Проехал, значит, обратно ехал троллейбусом, там два молодых человека стояли, я там с ними стал разговаривать. Там вообще меня увезли на другой конец города, я уже пешком шел домой, потому что ничего не ходит. Иду, говорит, смотрю, мужчина какой-то валяется такой пьяненький. Я его поднял, повел домой, привел, там жена со скалкой, ну, я им объяснил, что так нельзя, что Христос их любит, надо им объяснить Христову любовь, объяснить, показать это все, вот как Христос их любит, рассказать о Новом Завете. Ну, вот, значит, я им все это рассказал, объяснил, пошел домой, тут вот, значит, ну, вот ей пришел. Она говорит, это было последней каплей, для него кто угодно дороже, только не мы с своим детьми, только не с семьей. Ну, знаете, интересно, что когда мы рассказывали этот случай, вот, в Годном проповеди, в нашем братстве? Да, после того, как Миша, ну, у него была бафия проповеди о любви, вот, я типа, он вставил, что... Один из примеров, как один из примеров. Ну, вот, и пастор в ту церкви вышел, и он сказал такое правило, он сказал, ну, братьев, вы же понимаете, что, ну, не повезло нашему брату с женой. Ну, Бог, не ту подсуму. И я там вообще сполз под лавку, да, Бог ошибся. Не ту подсуму. Ну, надо же, не ту жену подсуму. То есть, знаете, вот это вот культивируется, то, что вот церковные дела и служения должны быть вообще выше всего, и все приносим на алтар. Понимаете? Да, ну, в общем... А по большому счету, представляете, божье творение, прекрасное создание, вершину, семью... Приносится на алтарь. Приносится на алтарь жертвы. Это что-то страшное. Ну, в большинстве случаев, вот что нас как бы вот радует, да, в большинстве случаев мы видим, что это далеко не политика церкви. Это, мы будем так говорить, зацепленность отдельных ее членов. И, в общем-то, хорошо, если в церкви так будет другая политика, в большинстве случаев мы видим, что все-таки там другая она идет. Когда нужно объяснить вовремя этим людям. И когда к нам приходят вот с такими проблемами семьи, мы говорим, вы знаете, вот, допустим, жена пришла и говорит, вот муж у меня вот так-так себя ведет, дома не появляется, теперь весь служение. Или муж приходит, говорит про жену. Мы говорим, знаете, первое, что вы должны сделать, это пойти к пастору церкви, к священнослужителю, к батюшке. То есть какая динаминация? У вас вот идите туда. Куда ходит он, вы идите туда. И спросите у пастора церкви, это политика церкви или это что-то непонимание какое-то... И попросите, поговорите. Просто муж ваш не понял, о чем идет речь. Попросите поговорить с мужем, что нужно сохранять семью. Если это просто непонимание мужа или непонимание жены, это легко исправляется. Но если это политика церкви... Бегите из этой церкви, не глядя вообще... Бегите оттуда мужа детей. Не обрязываясь, убегайте. Потому что если... Это политика церкви... То это не церковь, а секта. Церковь не будет разрушать семью. Секта направлена на разрушение семьи. А церковь, она должна созидать семью. Это фундамент, это божие творение, это основа церкви. И мы так говорим, бегите, ищите. Но сначала, чтобы не ломать дров, конечно, разберитесь. Сходите и поговорите с теми, кто как бы стоит в руле. Да, мы знаем, что это многим не нравится. Мы об этом говорим везде всегда громко. Это наша боль. Вот то, что семья распадает в наших христианских руках, это наша боль. С этим надо что-то делать. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Ну и опять могу, хочу сказать, что, конечно, сначала нужно опять разобраться во всем. Вот, например, в нашей семье, когда я пришла в церковь, получилось так, что я сразу стала переводчицей. Причем не просто переводчицей, а переводчицей, так сказать, высших группов. Я работала на миссиях. Вот если вы слышали такую фамилию, Калий Лехтинин. Вот у него была миссия в Волгах по Янкицам, там они по Уралу у них было, там сколько-то городов, там 15, 16, что-то было городов, много. Ну вот, вот я везде, значит, там переводила, большие стадионы, вот проповедник, вот это вот было время, вот 90-е годы. Вот, и я начала ездить. И, знаете, ни один человек в церкви вообще мне не сказал. Он не дошел ко мне, не сказал, Надя, вообще, что ты делаешь? Опомнись, Надя, опомнись. Ну, единственное, подходили и говорили, как там тебя муж, отпускает тебя? Я говорила, отпускаю, какой молодец, а вот неверующий. Я в тот год подсчитал, жена дома была 9,5 недель. За год. За год. То есть я приезжаю домой, где-то дня на 2. Дня на 2 приезжает, на неделю уезжает, потом на неделю приедет, на месяца 3 уедет с этой миссией, там переводить. Я Богу слушаю. Но там же целые стадионы собираются, там люди каются, там сотни. Миша несколько раз приезжал, посмотрел, как вот на миссии, он действительно видит, он видел. Он меня любит, и он видит, что это мое, я в этом, я вся была в этом, понимаете? Он видит, вот его любовь была вот такая, а у меня нулевая. Почему? Потому что я даже не задумывалась, вот я по ней свежу, да, восторг получаю, а в это время у меня муж один, с двумя детьми, бантики зарядывает, кашкой кормит, в садик водит, в школу водит, забирает, на кружки водит, в маму музыку водит, понимаете, крутится. А я благородная. Богу слушаю. Богу слушаю. Я вообще благодарна Богу за то, что в какой-то определенный момент у меня очень хорошо. Встряхну. Встряхну. Почему? Так встряхну. Я просто потом позвонила к водителю миссии и сказала, что все, я, вот, вот это будет последнее. Вот есть переводчики, вот договаривайтесь, я больше не работаю. Многие меня не поняли. Вот. Ну, я благодарна, Господь, за то, что я это приняла решение. Вот, понимаете, и вот теперь, когда разговариваешь с такими вот женщинами, ну, я говорю, это уголтенные фанатички, фанатички, ну, я была такой уголтенной фанатичкой. Вот, и я просто знаю, что нужна определенная стряска, может быть, как-то определенное объяснение. Оно сработает. Ну, нужно, чтобы женщина сама это приняла, мужчина это сама приняла. Ну, и последнее тоже, что работает как внебрачные интересы. И, тоже такой достаточно спорный момент, вызывает много споров, но, тем не менее, это именно так. Собственные дети могут мешать созиданию семьи, христианской семьи. Когда муж и жена забыли друг о друге и живут только ради детей. Только, чтобы им дать воспитание, дать им образование, только, чтобы вот их там вот воспитать. И забыли про себя, забыли про свои взаимоотношения друг с другом, собственные отношения. Детей делают таким вот, как сказать, способом воздействия. Но очень важно помнить, что одна плоть – это муж и жена, а не мать и ребенок. Там не мужчина и машина. Одна плоть – мужчина и женщина, муж и жена. И, глядя на вот эту модель, дети закладывают в свою семью под сознание. Какой она будет? Вот такой, как у моих родителей. И здесь, конечно, родители очень часто начинают детей использовать в качестве какого-то инструмента, чтобы добиться своего собственного авторитета. Вот, я лучше, чем она. Слышали такую фразу, да? А кого ты больше любишь, маму или папу? Ну, бред полнейший. Или чью бабушку ты больше любишь, мамину маму или папину маму? Вот такие вещи – это просто недопустимо. Это вообще конкретный момент – работа маски компенсации. Понимаете? Компенсировать себя. Вот, чтобы ребенок сказал, а потом я ткнула пальцем. Вот, видишь, ты им не занимаешься, поэтому он любит меня больше, мою маму больше любит. А твои не занимаются вообще ребенком. Даже ребенок об этом говорит. И все. И ребенок здесь получается как орудие производства. Ну, я думаю, маска компенсации более-менее понятна. То есть грустная такая маска, но она есть. Ну, я думаю, маска компенсации более-менее понятна. Субтитры сделал DimaTorzok